Казахстан. Мы находимся с вами в эфире. С вами Ермек Нарамбай и у нас в гостях Сауле Хайсар. Сауле Салим. Добрый вечер. Сауле, вы сейчас в Астане, правильно? Да, в Астане. И у вас были недавно проблемы со здоровьем. Все нормально? Выправилось? Да. Да, сейчас все лучше, слава Богу. Я думаю, что мне очень повезло в этом плане. Случай у меня был такой, скажем, достаточно банальный. Я потому что видела, что писали о том, что простудились, там температуры, другие тоже люди в Фейсбуке. Я решила написать пост, Фейсбука, собственно говоря, испугалась за свое здоровье. Если бы это было в другое время, соответственно, было бы другое отношение к этой проблеме. Но я подумала, могу ли я сама заплатить и провериться на коронавирус этот, платить за свои деньги. Почему я это хотела сделать? Для того, чтобы не беспокоить врачей, не делать какую-то нагрузку, не вызывать скорую. Потому что я, честно говоря, опять же, наслышана о том, что просто забирают, наблюдают, и там нету этих тестов. Я думаю, хорошо, если у них нету, тогда, возможно, я это сделаю сама за деньги, никого не беспокоив лишний раз. Но выяснилось, что, к сожалению, этих тестов, опять же, в этом Олимпе, про которые распиарили, говорили тоже Министерство здравоохранения, их нету в наличии. Звоню в Олимп, они говорят, да, у нас нету, когда будет неизвестно, следите за новостями. И поэтому я написала пост о том, что мне страшно, действительно, я переживала, потому что я не могла дышать. Может быть, опять же, некоторые писали, что это панические страхи какие-то, психосоматика и так далее. Женщины такие мнительные существа, как шутили над этим. Но, извините, вопрос остается открытый. Раз было предложение о том, что если эти тесты, их можно пройти за деньги, думаю, почему бы и нет. Но выяснилось, что их просто нет в наличии. Вот, слава богу. Они вообще были? Раньше были? Они закончились? Вообще были? Я не знаю, просто я звонила Искору, звонила, как они советовали, по-моему, служба 1414 по номеру. Звонила в Олимп, оборвалась телефон и просто выяснить. Ребята, я готова заплатить эти 5000 деньги и пройти этот тест для себя, чтобы успокоиться. Я не хотела вызвать какую-то там жалость какую-то и что-то еще. Просто узнать, есть ли эти тесты, но выяснилось, что нет. Хорошо, что... 5000 цифр откуда? Это, опять же, из тех же новостей. Почему я это знала? Я почему узнала об Олимпе? Потому что был прямой эфир представителя пресс-службы здравоохранения. Опять же, мой хороший знакомый, Диас Ахмед Шарип. И там был представитель, по-моему, Олимпа. Женщина, вот, к сожалению, помня имени. Опять же, это было имя же и распьярено, указано в социальных сетях, в новостях о том, что есть эта услуга, но в наличии ее, к сожалению, нет. Опять же, в скорую звоню, они говорят, у нас тоже нет. Я говорю, а как это будет происходить, если я, опять же, вызову скорую и подстрахуюсь? Хотя многие мне писали, подписчики, друзья, говорили, Сауле не рискую, просто вызови скорую, не надо рисковать. Но скорая говорит, да, мы вас если заберем, но мы просто будем наблюдать, вы просто будете на карантине все это время. И эти 14 дней, не знаю сколько там, пролежать, просто тупо я это могу и дома сделать. Поэтому я решила, пришла к такому решению, что я буду все-таки лечиться дома. И слава богу, я поправилась. И вот такая вот ситуация. Сауле, получается, что эта история с Олимпом какая-то дурная. То есть они на свою голову создали геморройные проблемы, люди к ним звонят, миллионы звонков, а они ничем не могут ответить и, получается, сами со своей тупой рекламы попали в лужу. Я думаю, что да. Более того, я сегодня еще раз зашла на их сайт, думаю, просто для себя интересно. Они уже там написали о том, что у них якобы 100 тестов, что ли, завезли. Опять же, это, учитывая, что это деньги на, то есть на благотворительные деньги закуплены, поэтому будут делать якобы 100 тестов. Но опять же, там кучу надо пройти, оставить заявки, что-то там еще. То есть там такие вот ряд действий выполнить для того, чтобы пройти. Но опять же, там не все могут пройти, это только особо там какие-то категории людей, которые обладают какими-то болезнями. Но это же мизерное количество, 100... Да, вот когда это будет, опять же, это все так туманно. И я думаю, что зачем про это нужно было говорить, когда этого нет, и неизвестно, когда это будет запланировано. То есть здесь было страшно, потому что вдруг, почему бы не воспользоваться. Но еще один момент хочу сказать, что тот же министр Бертанов говорил о том, что эти тесты не гарантируют достоверно, как бы, то, что человек болен или нет. То есть они просто как бы в тестовом варианте, что ли, я так поняла. То есть сейчас цитату я не помню, но это есть в открытом доступе, в новостях. Об этом он тоже говорил. Ну, то есть и сейчас, и в разных странах мира могут быть, на самом деле, разного качества. Например, те страны, которые прошли, Китай, Южная Корея, Япония, которые справились с ситуацией, я думаю, их тестам, в принципе, доверять можно. Я не знаю, Бертанов где закупил, вместе с Минздравом. Мне кажется, нужна побольше информации, обратной связи не хватает. На многие вопросы ответов нету. И прозрачности по 10 миллиардам нету, нету прозрачности по 42 тысячам. Зачем спецсчета и так далее. Ну, давай расскажи мне нам ситуацию, как ты вышла из положения. За счет чего ты, я так понимаю, занималась самолечением? Что тебе помогло? Какие народные рецепты тебе помогли? Ну, конечно, в первую очередь я успокоилась, благо подписчикам, друзьям, которые писали, звонили. После того, как я обратилась, написала пост в Фейсбуке, очень много было обращений. Видимо, моральная поддержка очень важна. Фейсбук сила, да, друзья помогли. Ну, там было очень много, конечно, там и начальником подышать, такие были народные методы, конечно, там имбирь и так далее. Но, в первую очередь, это позитивный настрой. Конечно, если бы у меня был, не дай бог, вирус, то мне бы этого ничего не помогло. Я думаю, пришлось бы вызывать скорую и так далее. Неизвестно, что было бы. Но, опять же, еще один момент. Насмотревшись за все это время разные интервью у других инфицированных со всего мира в Ютубе и так далее, они говорят о том, что были разные симптомы. То есть они переболели, многие переболели дома. Возможно, это и был один из, как сказать, каких-то штаммов, я не знаю, там, видов этого вируса. То есть он легко, возможно, прошел. Я же не знаю, то есть я не могла этого проверить. И есть другие люди, которые мне писали, говорят, я тоже так же, я просто не могла дышать, понимаете. Я испугалась, я не могла вздохнуть в полной груди и просто пластом лежала. Это было очень как-то по-другому. Возможно, на фоне, да, страха и так далее. И при этом это уже не проверишь, опять же, этих тестов нет. И просмотрев интервью других, как они переболели, как они говорили, что разные виды вируса есть, и они мутируют и так далее. И все это, конечно, нагнетало и переживало. И, возможно, кто-то и переболел дома сами. А чем ты вылетелась? Что, по-твоему, тебе помогло? Какое средство? Я купила ибупрофен. Вот рекомендовал там врач. По слогам можно? По слогам. По слогам. Повтори. Ибупрофен. Ибупрофен. Ибупрофен? Да. Потом? Ну, и, возможно, как он другим подействует. Но, конечно, парацетамол, немесил. Вот. Ну, и побольше часть с лимоном, и все вот эти вот народные средства. А что за система неумывакина ты упоминала? Это в воду, в общем, добавлять капли перекиси водородом. В воду в обычную или в кипящую, или что? При какой температуре? В обычную. В воду 5-6. Обычную. А какие пропорции? В часа питьевая комнатная температура 5-6. На стакан воды я делала 5-6 капель. И просто пила на голодный желудок утром. Тоже, кстати, очень хороший метод. Мы с супруга переболели в декабре. Была какая-то страшная форма гриппа, которой у меня никогда в жизни не было. Но это было, скажем так, до официального обедения коронавируса. Это странно было. Я с подругой мы тоже обсуждали, потому что мы обе переболели. Мы просто не могли встать. Это было тоже в декабре. И, кстати, мы тоже обсуждали, слушай, слушай. Мы, может, тогда и переболели, потому что было намного хуже. Это было просто необъяснимо. Очень тяжелая форма. Потому что, как кто-то говорил, один из видов, опять же, этого вируса был. Это все равно в любом. Тяжело. И там я просто лежала в пластом, к сожалению. Хотя я редко болею, но почему-то вот и хампли. Поэтому очень, конечно, это подозрительно. И об этом говорили другие подписчики в комментариях. Если увидите, в Фейсбуке немало об этом пишут. То есть что-то такое непонятное происходит и было. Сауле, вы работали некоторое время в Министерстве образования. Вы знаете ситуацию. Что происходит вообще в сфере образования с дистанционным обучением? Что говорят ваши коллеги, с которыми вы все-таки держите связь? Каково ваше мнение о вот этой скандале вокруг овального снижения скорости интернета, провала с этим экспериментом по дистанционному обучению? Что мы имеем в итоге? В итоге, конечно, ситуация, мягко говоря, печальная, потому что вот этот карантин обнажил, я думаю, все проблемы, которые существуют вообще не только в образовании, но и в других системах. Конечно, проблема существует благодаря тому, что вот вышли, нашли такой выход, да, за счет телевидения какие-то там. Но, извините, интернет у нас слабый, у нас это страдает, конечно. Но говорят там, то есть, ссылаться на то, что, извините, слабый интернет, но, блин, люди заходили там сдать в американское посольство, это забыло, вот на слово забыло, да, чтобы подать на визу. Там несколько миллионов за раз заходили, ничего, не было таких проблем. К сожалению, это проблема вот большого масштаба, скажем так. Но печальная проблема, что я могу сказать. Сейчас я, конечно, там не работаю, но тоже так же, как и все вы смотрите. Уже как бы я так тесно не веду, но вижу, что ситуация очень печальна. Но, опять же, это недоработки предыдущих руководителей министерства. Я думаю, что нынешнее руководство учтет эти все ошибки, надеюсь, принимать решение и решиться. Вообще, в принципе, ты сама замеряла скорость интернета у себя дома, где-то, где пользуешься, или ты не пользуешься спид-тестом по поводу замера скорости? Скорость, говорят, очень низкая. Я не пользуюсь, я просто включаю. Да, VPN просто включаю, все, больше без него никак, потому что все сейчас дома и пользуешься интернетом. Поэтому слабый интернет, конечно. Стас, у нас с тобой очень плохая связь, тебя временами не слышно. Ты снимаешься еще и домами престарелых, правильно? Произошел недавно скандал. Произошла просто скандальная ситуация с гигантской вспышкой смертности в ряде домов престарелых. Видимо, были неконтролируемые контакты, и престарелые люди, как наиболее уязвимая часть населения, они быстро были подкошены. 2000 смертей произошло буквально в считанные дни, и это ошарашило Францию. Какова ситуация в Казахстане? Ты можешь сказать, что у нас такого не может быть, или у нас все нормально, ты мониторишь ситуацию? Мне кажется, нужно все-таки обезопасить ситуацию. Конечно. Ну, в первую очередь, теоретически все возможно, к сожалению. Но так как я держу контакт, связь с руководством дома престарелых, который находится на Куктале, их вообще у нас в Астане два, но вот я контактую, общаюсь только с одним. Они говорят, что сразу закрыли на карантин, что радует. То есть туда нельзя ни войти, ни выйти. То есть и сами старики не могут выйти подышать, и зайти туда никто не может, из родственников навестить. Только могут выйти сотрудники. Конечно, есть опасности, что те же сотрудники могут заразить. И здесь это уже ответственность на самих, на самом руководстве. Потому что сегодня, например, даже у них была пенсия, и директор взял, собрал все эти их карточки банковские и поехал получать пенсию. То есть вот такой был. Ну, опять же, риск, конечно, большой, потому что мы же знаем, что погибают, к сожалению, вот именно того возраста старики. Поэтому повышенное внимание должно быть. Я не знаю, какие-то дополнительные меры принимаются, но кроме карантина, думаю, никаких больше нельзя сделать. Больше ответственности самих сотрудников. Подожди, давай объясни ситуацию. Мне вот непонятно. Собрал карточки и поехал в магазин или что? Поехал, а получать пенсию, говорит эта директор. А почему для того, чтобы получать пенсию, нужны карточки? Разве деньги не отправляются, скажем так, на карточку автоматом, и человек уже только может пойти сам в магазин? Ну, деньги надо же снять, наличку что-то для себя купить и так далее. Людям попросили старики снять эти деньги. А, снять, снять. А насколько, в принципе, в Астане сейчас ситуация с терминалами оплаты? Насколько, в принципе, безналичная оплата практикуется? И те же старикам было бы гораздо удобнее решать вопрос с оплатой. Вот сегодня, в 2020 году, на март месяц, какие-то цифры есть, замеры, сколько населения, народа пользуется оплатой через карточку без налички? Ну, скажу, цифры я однозначно назвать сейчас не смогу, но благодаря тому, что до этого очень много популярен стал Каспий банк и оплата безналичного расчета, благодаря этому очень... То есть люди стараются, я даже сама иду, и просто переводом оплачиваем. В том же магазине просто элементарно купить хлеб, потому что боимся даже заразиться от того, чтобы продавцу отдать в руки карточку. Это раз. Во-вторых, если говорить о стариках, они не все могут оплачивать, им удобнее, привычнее и безопаснее наличкой. Поэтому здесь уже, конечно, они сами боятся и не подходят банкомат. Я сама видела и помогала им снимать деньги, потому что они не понимают многие. Ну, возраст и так далее, зрение там не позволяет. Поэтому вот. Ну, вообще, какая ситуация, например, возле дом престарелых? Есть ли магазины, которые активно работают с этими терминалами безналичной оплаты? Или все за... Есть же магазины, которые не признают и работают только за наличку? Ну, во-первых, этот дом престарелых находится на краю города. Там больше частный сектор. И там нету супермаркетов, там небольшой магазинчик, что-то там у частного дома. То есть, опять же, местные жители пользуются просто наличными деньгами. Но в основном, так как они питаются за счет... В самом доме престарелых, как правило, старики раньше ездили на рынок или просили кого-то что-то купить. То есть, они практически оттуда не выезжали. Ну, и там элементарно раз в месяц что-то к чаю купить и так далее. Там что-то есть, лекарства что-то дополнительное нужно. Они привыкли лучше. Сама, как, насколько часто выходишь из дома? Какая ситуация с карантином, там, с комендантским часом, с блокпостами? Какая ситуация вообще вокруг тебя? В житейском плане? Как часто ходишь в магазин, аптеки там и так далее? Может, где-то кому-то поехать по делам? Я не выхожу только за пределы два раза, скажем так, никуда не уезжаю. Но я знаю, что недавно перекрыли мосты. Слышала, не знаю, правда или нет. Вижу через балкон, что очень много патрулируют машины, патрульные машины и останавливают людей. Потому что, понятно, карантин ходить, как бы, уже запрещено даже. Потому что на улице практически людей нет. Единственное, во дворах бегают дети, там что-то играет, кто-то ходит в магазин. Сама я хожу очень, стараюсь пореже. Ну и опять же, если покупаю, конечно, мы надеваем себе маски, перчатки и только переводом безналичный расчет. То есть меньше контакта. В подъездах дезинфекцию проводят. Конечно, есть бессознательные граждане, видно, что они гуляют и с детьми. То есть, ну опять же, их пресекают. Есть ли люди без масок, которые на улице выходят? Есть, да. Но это в основном молодежь. Есть. Очень мало. В основном, конечно, в масках. Как ты относишься к тому, что полиция их штрафует и некоторых сажает на пять сюда? Я, конечно, против. Я думаю, что надо все-таки как-то предупреждение какое-то там, базу данных, я не знаю, первое предупреждение и так далее. Потому что очень много случаев, когда действительно я как-то выходила за двор, еще один из магазинов, меня остановили, но я объясняю, что я иду за продуктами. Хорошо, меня поверили, но я думаю, что если бы не поверили, это было бы обидно, если бы меня штрафовали просто из-за того, что я иду в магазин. Этих продуктов нет. Я имею в виду, что полиция штрафует и сажает на пять суток тех людей, которые ходят без спасения. Это, я считаю, лишняя мера. Я не знаю, у людей и так сейчас такое настроение. Денег нет. Мы видели в социальных сетях, когда там мужчина лез драться в магазине, да, или сопротивлялся, не знаю, из-за того, что он просто хотел купить хлеб. То есть сейчас нужно аккуратнее с людьми. Но по-моему, вы можете купить магазин без маски? Ну, я видела, что проходили без маски, но это уже на их ответственность. Здесь же как бы все равно говорят, что опять же те же врачи из Ютуба международных, как бы, да, с других государств, скажем так, они говорят, что маска, наоборот, не защищает, как сказать, не для того, чтобы предостеречься заразиться, а для того, чтобы не заразить других. То есть это для себя защит. От других защиты, скажем так. ВОЗ и американское здравоохранение официально отказались от этого, признав это первоначальное заявление двухнедельной давности ошибкой. Они сейчас обязывают всех носить маски. Потом ты слышала об опыте Южной Кореи и Японии, как они, не закрывая предприятия и кафе, решили свои проблемы без карантина? За счет жесткой дисциплины как раз по маскам они разрешают всем работать, но все время, меняя маски и раздавая бесплатно на каждом шагу санитайзеры. Например, ты заходишь в кафе, во-первых, кафе у них не закрыто, ты следишься кушать, маску, естественно, опускаешь, потому что ты должен принимать пищу. Тебе вместе с блюдами каждому дают пакет санитайзера бесплатно в подарок от каждого кафе, получается, каждому клиенту дается. В метро заходишь, на подоконниках стоят кучи санитайзеров, которые ты обязательно можешь использовать и бесплатно, и это в каждом бутике, в каждом магазине тебе дают маски и санитайзеры. То есть огромный кусок бесплатных санитайзеров и масок решает проблему с разрешением работать, с разрешением предприятиям не закрываться, и люди чувствуют себя комфортно на улице, чем с запертыми в четырех стенах в течение месяца. А говорят, что может карантин продлиться еще на месяц-полтора, то люди просто могут сойти с ума. А вот в Японии и Южной Корее существует комфорт, и они в комфортных условиях, пусть в масках, они общаются, они работают, они учатся, они сидят, отдыхают в кафе вечером и гуляют на улицах. Вот мне кажется, такая модель борьбы с коронавирусом, она более щадящий вариант. Я тоже согласна с этим, но опять же, учитывая наш народ, который не все ответственные такие, кстати, не везде есть санитайзеры, например, в магазинах, сами хозяева почему-то экономят, да, обычно маленькие магазинчики во дворах, они бы тоже могли поставить и себя обезопасить, и других, экономия, я не знаю, в чем проблема. Если бы, как вы говорите, такой метод, проблем бы не было, потому что уже сейчас надо что-то делать, уже люди с ума сходят, уже, не знаю, дай бог, 13-го закончится, как-то что-то правительство примет решение, прекратить этот карантин, и уже люди будут ответственно отнеситься, потому что уже устали все. А как ты отнесешься к тому, что если, допустим, Кукаев объявит, там, до конца, ну, не знаю, там, до середины мая, потом до конца мая продлить, продлить, как это встретят люди? Я думаю, что отрицательно, потому что есть опыт уже в Европе, развивающиеся страны, да, то есть с более, скажем, лучшим доходом. Там есть случаи мародерства и погромов. Не хотелось бы, а у нас очень много людей, которые жили заработком в один день, я думаю, что уже сейчас на грани, на пределе. Опять же, исходя из тех же постов сообщения, в социальных сетях люди уже как бы на последнем, скажем так, на средства уже закончились, потому что надо продлевать, я думаю, что люди уже не выдержат. Как ты вообще предлагаешь вообще выход из положения? Какой вариант, ты думаешь, необходим предприятию с этим карантином для властей? Какой рецепт есть? Меня слышно, Сауле? Я думаю, что предлагаю, мое мнение, чтобы призвать людей, чтобы они соблюдали все эти меры безопасности, везде поставить максимально санитайзеры, маски всех обязательно, носить все-таки маски, но работать и, как бы, конечно, может быть, даже ограничить эти рестораны и так далее, но хотя бы, чтобы люди работали. То есть вот эти вот какие-то слои населения, то есть это должно, те же парикмахерские и так далее услуги, пусть это будет отдаленно доставка, но чтобы это все работало. Что-то нужно открывать, уже надо давать людям возможность. По порциям, по порциям, контролировать. Да, да, да. Контролировать, да. То есть эти заведения развлекательных, я думаю, что пока не нужно открывать, но самое необходимое людям, опять же, призывать, но уже здесь тогда нужно применять штрафы без масок. Здесь, я уже думаю, это работа, то есть должно быть применено в этом случае. То есть люди, мне кажется, более здраво воспримут штрафы, даже тюрьмы за отсутствие масок, если будут послабления в плане работы, в плане предприятия. Должно быть степ-бай-степ. Шаг за шагом. Извините, государство тоже, мы идем вам на встречу, да, если да, да, да. То есть я думаю, что народно это пойдет и нормально воспринимается. Вот. Поэтому сейчас все ждут, чтобы 13-го. Ну я думаю, что все-таки будет продление и односторонний карантин с жесткими вариантами, с закрытием предприятий, с массовой безработицы. Это приведет просто к тому, что максимум до конца лета, осенью, произойдут социальные голодные просто акции протеста, которые потом выльются в неконтролируемый поток. Это будет опасно. Навряд ли же до лета. Потому что даже брать, если я стану, да, очень много кто снимает, потому что им как платить за жилье, с каких средств, их просто нет. За аренду квартир, в клетках. Если бы можно было бы уехать там к родственнику, куда-то в другие регионы, в деревню, я не знаю, там, кто преждает, просто там, никуда. Просто загнан в этой клетке и без средств, а на что жить, и люди просто не выдержат. К сожалению, это очень тяжело. Без работы, без поддержки государства. Чем ты занималась в последнее время, вот перед кризисом? На чем жила? Чем зарабатывала? И как у тебя с работой и с бизнесом? Ну, я занималась продвижением личного бренда, пиара, консультирования различных личностей в СМИ, как личный бренд и так далее. Ну, и там консультир женского предпринимательства, больше СММ и так далее. Но сейчас, конечно, ну, и проведение бизнес-форума в Европе. В ноябре, в декабре я ездила, провела форумы, бизнес-форумы в Париже, собирались ехать в Польшу, но, к сожалению, вот коронавирус этот внес свои коррективы, и моя работа, соответственно, остановилась уже, естественно, в Европу никуда не выехать. Все приостановлено, потому что мы сюда хотели привезти с Польши 40 блогеров и журналистов провести здесь форум, бизнес-форум. Вот, сейчас, конечно, я сижу дома, как и все, консультирую только по телефону онлайн, кто, ну, опять же, там больше за символическую сумму, скажем так, вот, в надежде на лучшее светлое будущее. Но у других... А слабла, деловая активность клиентов ослабла, чтобы она могла обращаться к тебе или нет? Однозначно ослабла, потому что у некоторых паника и там, те проекты, которые мы даже за ту работу, которую не обещали выплатить, они многие не оплатили, потому что ссылается на то, что карантин и так далее. Но с пониманием отношусь, поэтому в ожидании. То есть, в принципе, карантин ты бы до какого времени могла бы максимально выдержать? Вот в Украине есть прогнозы, что до 15 мая если ничего не изменится, то ситуация взорвется. А как в Астане может произойти? Я думаю, до 1 мая максимум, я не знаю, потому что настроение, опять же, и судя из социальных сетей, что все надеются на 13, но максимум до 1 мая я думаю, что у людей просто тяжело платить за квартиру, за жилье, за продукты и так далее. Ну как, на что жить? То есть, порционно все-таки надо вытаскивать предприятия из карантина и потихоньку запускать экономику. Под контроль. Да, потихоньку услуги элементарные, даже многие вот даже шутят же, мемы там, мужчины обросли и так далее, услуги красоты, но элементарно постричься, что-то сделать для себя, купить что-то, потому что сейчас весна, я видела посту у одной из знакомых, говорит, я все вещи отправила в деревню, я хожу в зимнем, уже скоро будет тепло, негде купить, все закрыто, то есть, хожу в зимней одежде, вот, такие вот элементарные. Будет очень актуальные видосы, где показывается, значит, как себя подстригать. Ну, уже есть приколы такие, да. Спасибо большое за информацию, жалко, что у нас плохой интернет, и в следующий раз, я надеюсь, у нас будет получше эфир. Рахмет тебе, желаю тебе здоровья, дай Бог, чтобы карантин побыстрее закончился, и сам коронавирус побыстрее закончился, решилась проблема, потому что, мне кажется, долго народ в этих условиях протянуть с депрессивной, тем более, атмосферы, наверное, долго не сможет. Дай Бог, чтобы все было благополучно. Рахмет тебе. Аминь. Всего доброго, до свидания. Счастливо.